Секретные коды Байкала – это уже 11-я детская книга Анны Виноградовой. Сегодня писательница рассказывает о своем новом произведении ученикам второй школы. Дети должны читать, потому что, читая книги, они становятся умнее, образованнее, у них развивается воображение, фантазия. А моя цель, особенно в последнее время, я пишу сказки о Байкале, что надо беречь природу Байкала, что у нас замечательное озеро, и мы живем около него, и мы должны гордиться, что мы живем около Байкала, и там прекрасная природа. Секретные коды Байкала уже назвали самой экологичной сказкой, ведь в ней Анна Виноградова учит детей любви к родному краю. Пролезаны идеи, что не надо лесу убить, и еще не надо сберков обижать. Ну, дикие животные, например, хватают кого-нибудь. Ты не обижаешь природу никого, не засоряешь мусором? Нет, я же ложу свой мусор в урну же. Я думаю, что надо читать книги для того, чтобы узнать что-то новое, новые слова, чтобы быстрее читать. Я бы очень хотела прочитать эту книгу, да и просто пообщаться с писательницей. Интересное общение? Да. Книга «Секретные коды Байкала» издана на двух языках – русском и бурятском, и уже стала лауреатом престижного конкурса «Книга года». И в ее сказках всегда добро побеждает зло. И даже несмотря на свою занятость, Анна Ивановна всегда уделяет время своим читателям. Мы очень много с ней ездили по районам, по разным проектам. И она в районах детских библиотек с детьми не только встречалась, но очень инновационно подходила, разыгрывала с ними сказки. И такой у нее контакт с детьми хороший. Учить хорошему через сказки у Анны Виноградовой получается просто замечательно. Познакомиться с новой книгой можно во всех библиотеках города. Мария Латышева, Жаргал Цириндашиев, Новости дня.